Окись углерода стала причиной гибели горноспасателей в шахте Листвяжная в Кузбассе, где произошел взрыв. Об этом в эфире YouTube канала Соловьев Лив сообщил в РИА главы МЧС РФ Александр Чуприян. Погибли они, горноспасатели почему? Я могу сказать мнение специалистов, потому что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять, сказал он. О состоянии выжившего спасателя. Он также сообщил, что спасенный из шахты Листвяжная горноспасатель Александр Заковряшин находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он, кстати, в больнице в стабильно тяжелом состоянии, но медики говорят, что все нормально, добавил Чуприян. То, что Заковряшин выжил, в РИА главы МЧС назвал чудом. По его сведениям, Заковряшин в течение суток дышал через самоспасатели, которые есть у каждого горняка, которые он находил в шахте. При этом один самоспасатель рассчитан примерно на час работы. При этом, отметил в РИА главы МЧС, число пострадавших горноспасателей на шахте Листвяжная может увеличиться. 15 человек сейчас находятся в госпиталях, Александр Заковряшин, он наиболее тяжелый. Дело в том, что количество обратившихся к медикам увеличивается, потому что происходит некий такой отложенный эффект отравления организма, они точно так же набрали окиси углерода и теперь обращаются за этой помощью, сказал Чуприян. О нарушении технологического процесса на шахте. Также по его словам, взрыв на шахте свидетельствует о нарушении технологического процесса. Однозначно можно утверждать, что если происходит это нежное слово хлопок, совершенно неадекватное, а попросту взрыв, значит было нарушение технологического процесса, сказал он. Кроме того, Чуприян подчеркнул, что на шахте не сработали системы объективного контроля. При этом взрыв был огромный. Мы находили тело без одежды, взрывной волной срывало одежду, добавил в РИА главы МЧС. Продолжение следует...